Посмотрел я тут, не мог оторваться, выступление Мишустина, премьер-министра путинского, на дискуссионном клубе «Валдай». Что за дискуссионный клуб? Что там за великие ученые? Я посмотрел, там есть знакомые, некоторые знакомые лица, в том числе ведущий, которые когда-то я знал, лет, наверное, 25 назад, между делом еще в молодом возрасте, но тут такое лизоблюдство, это просто ужас. И такое стремление Мишустина всем понравиться, выглядеть каким-то вот обояшечкой, и всем улыбаться, и пытаться демонстрировать, что он такой вот милейший человек. Я такой взгляд и такое поведение помню у Лужкова, ну, в общем-то, живодера, преступника, вора, там как бы негде клейма ставить. Я думаю, что у людей, у которых именно такой послужной список, негде ставить клейма, возникает вот такое желание всем понравиться, всем поулыбаться, пококетничать. И я смотрю на этого человека, конечно, не люблю, когда начинают обсуждать не то, что сказал человек, а его там внешность, что было раньше и так далее. Но я и это готов обсудить. Вот когда мне там пишут, например, я против шашней Тинькова на Фистехе выпустил ролик, разместил в группе Фистехов на Фейсбуке, и какой-то дятел, извините за выражение студенческое, там пишет, что а у него, между прочим, книжка одна объявлена экстремистской. Ну что ж ты, гад такой-то, позоришь имя Фистеха и такие вещи пишешь. Ты отнесись к тому, что я опубликал вот сейчас, только что сказал. А то, что там книжку у меня запретили, так посмотрите на этот режим, он именно так себя и ведет. Он на все достойное готов наложить запрет. Поэтому я-то рассматриваю это как медаль. Медаль от Господа Бога, что он попустил вот этой швале запретить мою книжку. Ну, дождик начинает, что-то уже всерьез, не знаю, успею ли я. Ну, попытаюсь. Во-первых, а как вот интересно мне, вот у таких людей бывают гнилые зубы. Ну, вот совершенно гнилые зубы. Ну, почему там, ну, совершенно уже этот айфончик с интеллектом 14-летнего мальчика, недообразованного Медведев, себе все-таки костюм как-то подбирает. У него есть какой-то помощник, который подбирает ему костюмы. Вот у Путина тоже вроде бы есть. Сейчас как-то он начинает оплывать, у него с костюмами проблемы. А этот вообще мешок мешком? А что это? То есть он так погружен в работу, да? Да не видно по нему. А чем он занят? И вот то, чем он занят, он как раз на этом клубе «Валдай» начал рассказывать, чем он занят. Но это цифробесие. Самое настоящее цифробесие. То есть человек, не разбираясь в цифровых технологиях, не имея соответствующего образования, не в состоянии понять, что такое цифровизация, которую он навязывает. Он как Медведев, вот этот айфончик, он потрясен, вот взял в руки айфон, и у него прямо какое-то вдохновение. А этот вот вроде Грефа где-то посмотрел, там ему на экранах что-то показали. Ух! И он пробалтывается обо всем. Он пробалтывается о том, что цифровизация – это тотальный сбор информации про человека и про любые человеческие объединения – общественные, экономические. А если касается это отдельного человека, то все детали его возможных желаний или формирования этих желаний, навязывания ему каких-то желаний, которых у него не было, но они должны появиться. И это вот цифра бесовщина, это и есть желаемое будущее для таких людей, как Мишустин. И у него вот этот вот горячечный блеск в глазах, как помните в фильме «Москва слезам не верит», ничего не будет, будет только телевидение. Вот здесь тоже ничего не будет, будет сплошная цифровизация. Жизни человеческой не будет, будет сплошная цифровизация. Экономики не будет, а цифровизация экономики будет. Эти люди не понимают, что есть материальный процесс, который можно алгоритмизировать, но невозможно оставить только одни алгоритмы, когда нет никакого физического процесса. Они ведь к этому стремятся. Они не развивают промышленность, абсолютно не развивают. Промышленность, сельское хозяйство, вся физическая экономика для них абсолютно чужда. И что останется после них, как Мамай прошел? Одни айфончики, вот у них в голове вот это, поэтому надо срочно от них избавляться. Путин, Медведев, Греф, Мишустин – это все люди вот этой категории, которые вообще не могут понять, что жизнь человека материальна, она вот опирается на материальные какие-то опоры. И только в этом случае есть у души и духа есть материальный носитель. А их это абсолютно не волнует. То есть их не волнует ни душа, ни духовность, а некий цифровой алгоритм нашей жизни. Вот все описать алгоритмами, нас впихнуть в эти алгоритмы. Ну мы просто умрем. То есть мы умрем как народ, мы умрем как государство. Они этим занимаются. И Мишустин уже совершенно откровенно говорит, что да какие там государства. Есть цифровые платформы мощнейшие, до которых и не дотянешься. Потому что а как считать налоги, если это мировые концерны цифровые? У кого услуги предоставляются, скажем, пусть в России, а так называемая платформа сервера находится в США? Кто получает налоги? Они не знают. Они не могут взять эти налоги, поэтому и разрастаются как поганки вот эти так называемые цифровые платформы. Так Мишустин со всей вот челядью, которая там вокруг Путина собралась. Они хотят из России сделать вот такую платформу. То есть не мощную экономику, не мощное государство, которое защищает права граждан и в целом национальные интересы, а платформу некую, которая манипулирует всем чем угодно. И причем мирового масштаба точно вписано в мировое. Нет границ, нет политического суверенитета, нет обособленности нации со своими интересами. А все это исчезает, все это выравнивается и есть только вот эти цифровые импульсы, которые расходятся по всему миру. Вот такой замысел у этого человека с гнилыми зубами. Мы уже видим результаты цифровизации. Вот эти все платформы и платформочки, они вклиниваются между нами. Вот есть два живых человека с живым мышлением, с живой жизнью. Между ними вклинивается цифровой посредник. Попробуйте, у меня был такой опыт, попытка. Попробуйте в Москве сдать квартиру без посредника. Не получится. Вы не можете выйти на потребителя, который заинтересован. Вот непосредственно он без всякого посредника хочет снять квартиру. А вы без посредника хотите сдать квартиру. Вы никак не соединитесь, потому что между вами стоит огромная цифровая платформа. И вы в нее входите, вы платите за это, за бессмыслицу. То есть там, где должна была быть создана, наоборот, среда взаимодействия между людьми, создана среда разделения. Так же какой-нибудь там Google, он создал, заинтересовал себе миллиарды людей. А теперь он вводит внутренние правила. А вот это нельзя. А вот это я отключу. А вот это я притушу. А вот это я продвину. То есть там есть свой собственный интерес, который разрывает связи между людьми, который затрудняет эти связи. Вроде бы все привыкли, так очень удобно, быстро общаться. Нет, этого не получается. Потому что есть замысел вот этих цифробесов нас всех разорвать и превратить в элементы их матрицы. Что мне было удивительно, оказывается, у нас есть министерство цифровизации. Об этом сказал Мишустин. Надо будет посмотреть, кто там министр, интересно, какие там бюджетные средства закачаны. Вы подумайте, министерство цифровизации. То есть они уже целый ряд чиновников зарядили на то, чтобы сметать просто нашу жизнь, изничтожать ее. Без QR-кода никуда. Предъявите QR-код. Да я не знаю, что это такое и знать не хочу. Покажите там, что вы там работаете на удаленке и там какие-то вот... Я не взял с собой телефон. А, не взял, тогда все, проезд закрыт, разворачивайся. Это вот Собянинская цифробесия. Сейчас он будет его усиливать дальше, дальше, дальше. Вот пока всем нам тошно не станет. Но когда же нам станет наконец достаточно тошно, чтобы мы погнали поганой метлой вот всех этих негодяев из власти. А до этого надо объединиться как-то. Надо собраться в русские национальные организации. Тогда мы сможем что-то сделать. Интересно, как Мишустин разговаривает. Во-первых, он может, как ему кажется, свободно говорить на английском языке. Я спрашиваю, а вот зачем человек, который едва знает английский язык, ну, в очень узком секторе, где-то там ему помогли. Он наболтал некоторый запас слов. И вот он разговаривает на английском языке с человеком, который там, не помню, из Великобритании или откуда-то из Европы. Говорит по-английски. Есть переводчик, который хорошо переводит как с русского на английский, так и с английского на русский. И вот этот Лизаблюд Быстрицкий, который вел все это дело, конечно, никакой не ученый, якобы там какие-то публицисты, ученые. Какой ученый, извините за выражение. Вот он говорит, ну, вы можете разговаривать по-английски, если хотите. И Мишустин для того, чтобы показать, как вот Путин иногда там пару фраз бросает на немецком языке, демонстрирует, что он якобы знает немецкий язык. Чепуха. И этот тоже якобы знает английский язык. Чего выпендриваться? Чего выпендриваться, если есть переводчик? Ладно, когда ты в ситуации, нет переводчика. Разговор с глазу на глаз. Там ты используешь все свои умения, чтобы донести свою мысль до собеседника и понять собеседника как можно лучше. Тогда разговор на английском языке хорошо все понятно. Здесь-то зачем? Перед кем это все? Перед кем этот концерт? Перед нами? Кого удивить сейчас тем, что человек может на примитивном английском разговаривать с набором слов для вот этих цифровизаторов? Он даже не понимает, что он вышиб у себя из мозгов русский язык. Он применяет слово коллаборация. Коллаборация как взаимодействие и так далее. Он не понимает, что есть другое значение коллаборационизм. Что вот якобы ученые, у них будет коллаборация международная и так далее. Он не понимает, что он прямо говорит, что будет предательство. То есть у него самого коллаборация уже произошла. Вот такая ситуация. А с китайцем этот чудак начинает разговаривать про Маркса. Он говорит, а у вас Маркса изучают? Так вот Маркс сказал, и какая-то там банальщина. Я не знаю, когда это ему в голову залетело. Маркс сказал, что человек там в голове сначала что-то придумывает. А вот пчела не придумывает свои соты, она на инстинкте действует. А вот человек вот такой. И вот от этого, от знания какой-то пустяковой, вообще не значащей ни о чем фразы, начинает разговор с китайцем, думая, что он китайцу как-то вот подфартил, как-то подлизался к нему и в его глазах стал как-то ближе тем, что он сослался на Маркса. А дальше ну полнейшая чепуха. Ну ясно, что человек Маркса никогда не читал. Ему в институте там несколько забили, как и Путину забили несколько фраз из учебника. И вот эти фразы и повторяются. Там нет никакого образования, там даже нет ну никакого приближения, никакой попытки, потому что ну хочет человек нравиться, а он не может показать, что у него есть образование. И он показывает только, что у него есть попытки поумничать, как говорят в некоторых кругах, давить умника. Вот он давит, а ничего не получается, все равно он выглядит ничтожеством, полнейшим ничтожеством. В особенности, когда все заканчивается таким лизоблюдством. А кто для вас, спрашивает его лизоблюд Быстрицкий, настолько велик, что вызывает в ваших глазах восхищение? Ну кто же как нелюбимый Владимир Владимирович Путин? Восхищение вызывает он в глазах. К чему это? Вот это только полное ничтожество, лишенное собственно достоинством, может вот так хвалить начальство. И кто там следующий? Королев. Ну о Королеве он естественно ничего не знает, ничего не понимает. И Стив Джобс. Стив Джобс, с которым он на дружеской ноге там с незапамятных времен. И это полное раскрытие. Ах, вот так, значит, вот эта коллаборация состоялась уже давным-давно. Человека продвинули на этот пост именно по той причине, что у него цифробесы в голове прыгают. Они его уже взяли в плен. А он хочет, чтобы они взяли в плен еще и нас. Давайте постараемся этого не допустить. Не допустить цифровизацию своих мозгов, не допустить использование цифровых технологий во вред нации, государству, русскому народу, русской культуре, научному творчеству и так далее. Долой цифробесов из власти! Россия русскую власть! Слава Руси! Господи спаси! Слава Руси!